Всем привет, дорогие друзья, с вами Артур, и сегодня мы поговорим про Grass, про четвертую эпоху, которая стартовала прямо сегодня, про то, какие прокси на данный момент работают, как дешевле создать свою ферму, чтобы фармить поинты, и как же в будущем их мы сможем продать. Это видео, в принципе, будет полезно как для новых пользователей, которые только начинают свой фарм у Grass, которые только начинают фарм с четвертой эпохи, так и для уже бывалых пользователей, которые давно фармят, и, возможно, какие-то фишки вы для себя в этом видео сегодня услышите, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы начинаем. Давайте поговорим, что такое Grass. Grass — это платформа на блокчейне Solana, которая берет какую-то маленькую частичку вашего интернета и обучает этим искусственный интеллект, то есть любую пропускную способность, которую выдает ваш интернет, которую вы не используете, она забирает, это там буквально вообще мизер, и обучает искусственный интеллект, тем самым вы улучшаете, так сказать, вселенную интернета, помогает обучаться искусственному интеллекту, и за это проект нам платит награды в виде поинтов. Для того, чтобы начать фармить поинты Grass, нам нужно всего лишь сделать два действия — это зарегистрироваться на сайте и скачать расширение для браузера, которое автоматически подключится к вашему интернету, и начнет ваш интернет конвертировать в поинты, да, и вы будете помогать улучшать искусственный интеллект, улучшать интернет и получать за это награды. Как сам проект говорит, они рассматривают различные виды монетизирования нахраты, да, это, возможно, будет криптовалюта, возможно, какие-то гифт-карты, либо прямо на PayPal. Это мы будем смотреть. Но на данный момент уже на Вейлс-маркете, да, платформа для предпродажи различных токенов и поинтов, которые еще не вышли на рынок, уже можно продавать и покупать поинты Grass. Цена у нас 0.026 долларов за один поинт. И что мы получаем? То есть за использование нашего интернета, да, которое вообще никак не влияет на работу нашего компьютера, то есть сети, мы получаем 4 доллара в день. То есть абсолютно без вложений. Если вы поставите расширение на свой браузер, то будете там что-то делать, доклад, и оно будет фармиться. Если мы сделаем 10 аккаунтов на выделенном сервере, да, который будет круглосуточно работать, мы будем получать 47 долларов в день с минимальными вложениями. То есть эти вложения отбиваются у нас за день, и дальше мы уже фармим чистый профиль. На данный момент точной конвертации поинтов нету, к сожалению, да, но если уже залистились на сайте Вайлс Маркет, то я думаю, что приблизительно такая цена будет на листинге. Понятное дело, что на листинге он может как цена как и вырасти, так и упасть, но это мы уже увидим на самом листинге и при распределении токенов. Но на данный момент мы просто без вложений можем зарабатывать достаточно неплохую сумму в месяц, да. Это если мы говорим про заработок без создания нашей абуз-фермы, да, которая будет автоматически фармить за нас. Нам нужно только будет один раз ее настроить и пару раз в неделю заходить, проверять, все ли работает. Давайте я по шагу вам расскажу, как это сделать, какие прокси использовать, и как же купить и настроить наш выделенный сервер, да. Выделенный сервер – это компьютер, который будет работать круглосуточно, то есть, да, без участия вашего компьютера. Вы просто запустили сервер, он уже автоматически работает круглосуточно, вы можете выключать спокойно свой компьютер, и просто, грубо говоря, на пассиве вы фармите поинт. Сейчас началась четвертая эпоха, она продлится месяц, возможно, будет еще несколько эпох, но для нас это только лучше. Чем больше времени мы сможем фармить, тем больше в будущем может быть наш заработок. Для того, чтобы не использовать ресурс нашего компьютера, да, чтобы он круглосуточно у нас не работал, мы будем покупать виртуальный сервер. То есть, сайт, который создал там кучу разных серверов, миллионы, да, и за определенную плату предоставляет нам возможность воспользоваться его сервером. Для этого мы заходим на сайт Perfect Quality Hosting, либо же на любой другой сайт, который вы хотите. Я использую именно этот сервис, в нем меня все устраивает. Для того, чтобы нам купить сервер, мы регистрируемся на сайте, да, ссылочка будет в описании и также в моем телеграм-канале. Можете переходить, подписываться, там будут все новые новости, которые касаются GRAS. Мы заходим на сайт, проходим легкую регистрацию и заходим в товары, услуги и виртуальные серверы. Нажимаем кнопочку заказать. У вас тут ничего не будет, у меня уже есть сервер. И мы выбираем нужный нам сервер. Я советую использовать вам сервер Palladium, да, который за 14 евро, так как он имеет большой объем оперативной памяти, и он будет лучше взаимодействовать, да, с нашими аккаунтами ADS Power, потому что ADS Power, да, анти-детект браузер, который мы также будем использовать, кушает достаточно большое количество оперативной памяти, и нам подойдет именно вот этот сервер. Можно, конечно, взять сервер Rotarium, там у нас 4 гигабайта оперативной памяти, допустим, для 5 аккаунтов его хватит, но он очень лохучий, сразу вас предупреждаю, если вы имеете стальные нервы, то, пожалуйста, пробуйте взять его. Два подешевле сервера брать нету смысла, потому что туда нельзя установить операционную систему Windows. Берем сервер Palladium, да, если вы хотите сделать больше аккаунтов, чем 10, советую вам брать не подороже сервера, советую вам брать несколько одинаковых серверов, так как, допустим, на Palladium 10-15 аккаунтов, это будет потолок. Берем наш сервер Palladium, нажимаем заказать, тут домино имя мы ничего не вводим, в операционную систему выбираем Windows и выбираем, допустим, Windows 10. Дальше выбираем период оплаты на время, которое вам нужно, советую на данный момент взять на месяц, да, до конца эпохи 4. Если вдруг начнется пятая эпоха, мы просто продлеваем наш сервер, да, все сохраняется, мы доплачиваем сумму и дальше формим. И нажимаем оплатить. Пополняем наш баланс любым удобным вам способом, оплачиваем наш сервер, заходим обратно в виртуальные сервера и ждем какое-то время, пока тут не появится статус активен. У вас будет тут статус нам на рассмотрении, либо будет статус загрузки, да, допустим, и вы ждете статус активен и начинаете использовать ваш сервер. Для того, чтобы зайти в него, мы берем, нажимаем на него, тут у нас есть несколько различных клавиш, допустим, заказать это мы можем новый услуг, заказать, изменить наш сервер, перезагрузить наш сервер. Тут мы можем сразу же продлить, если вы хотите, вам не подошел сервер, допустим, взяли за 7 евро, не подошел сервер, вы хотите взять за 14, чтобы не покупать новый, вы просто нажимаете смена тарифа, выбираете на какой тариф вы хотите поменять, нажимаете далее, доплачиваете ту сумму, которая вам не хватает и пользуетесь новым сервером. Также есть инструкция, как правильно пользоваться вашим данным сервером, но можете нажать на него, у вас перекинет на такой вот сайт, где будет подробно расписано ваши данные, ваш IP адрес, ваше имя пользователя и пароль, который будет отправлен вам на путь. Также сможете задать вопрос поддержки и мы можем перейти в панель управления нашим сервером. Допустим, вы случайно не указали операционную систему Windows, да, тут вы сможете сразу переустановить ее, накатить любые плагины, если вам какие-то плагины нужны, если вы в этом разбираетесь, да, и в общем тут полное управление сервером. Также можно поменять пароль и так далее. Для того, чтобы зайти на наш сервер, на платформе Windows, да, на макбуке чуть-чуть по-другому. На платформе Windows мы в поиске вбиваем программку подключения к удаленному рабочему столу, да, она установлена на каждом компьютере с Windows, нажимаем подключение к установленному рабочему столу, вводим наши параметры. Во вкладке компьютер мы вводим IP адрес нашего сервера, во вкладке пользователь вводим админ и нажимаем подключиться. Нас спрашивают, хотим ли мы подключиться к рабочему столу, нажимаем да, у вас спросит еще пароль, который вы указали при регистрации сервера, он отправлен вам на почту, да, которую вы указывали при регистрации самого платформы. Вводим пароль и нажимаем да. Нас подключают на наш сервер, да, это, грубо говоря, удаленный доступ к компьютерам, которые находятся где-то, в случае у меня он находится в Нидерландах, то есть мы управляем рабочим компьютером, который находится где-то в другой точке мира, да, и он работает круглосуточно на каких-то дата-центрах. Как мы видим, у меня тут уже несколько аккаунтов открыты, у вас будет вот такое вот пустое рабочее окно, ваша задача это установить ADS Power сюда, да, анти-детект браузер, либо не ADS Power, либо другой любой браузер, которым вы пользуетесь. Существует ADS Power, войти туда, настроить ваши аккаунты, сейчас я покажу как это сделать, и просто открыть вот так все аккаунты, которые у вас есть, вот так открыли и все. Когда вы активируете все свои аккаунты, важно, чтобы у вас была плашечка Network Quality 75 и Connected, да, а поинты начнут фармиться уже спустя какое-то время, они автоматически будут подгружаться каждый день, потому что платформа переходит на новое обновление сайта, да, и они постепенно-постепенно обновляют, и поинты подгружаются через несколько дней. Для фарма нам также понадобится анти-детект браузер, я советую использовать анти-детект браузер ADS Power, так как сам им пользуюсь, и никаких нареканий на него не было. Скачиваем ADS Power, ссылочка также будет в описании. Оплачиваем наш тариф, который вам нужен, при регистрации вам будет доступно 5 бонусных профилей, которые вы можете использовать, да, для теста, допустим. После оплачиваете, допустим, 10 профилей стоит 9 долларов, то есть не так дорого, а это нам нужно для того, чтобы поставить на каждый аккаунт отдельное прокси. Мы заходим в ADS Power, регистрируемся, сразу же заходим во вкладочку слева расширение и устанавливаем расширение GRAS, чтобы оно автоматически при каждом создании нашего нового профиля, оно было установлено, чтобы вы не скачивали его с интернета. Нажимаем кнопочку выгрузить расширение, сюда вставляем ссылку расширения, которую вы сможете найти под видео, да, или в телеграм-канале, нажимаем ОК, и оно автоматически у нас тут появится. Если же у вас будет гореть так, как возле метамаска, да, то есть ползунок перетягиваем, чтобы оно активировалось, и при создании нового профиля нажимаем создать новый профиль, пишем наше имя, да, имя аккаунта, допустим GRAS1, сюда вставляем наши прокси. Во вкладочке прокси выбираем тип прокси хттп, да, это стандартный тип подключения прокси, вставляем сюда прокси, сейчас я покажу, как его и где купить и как вставить. И ниже в других настройках расширение, наша задача сделать новую категорию, нажимаем новая категория, вводим название, допустим, GRAS, тут можем 1, 2, 3 написать, и выбираем расширение GRAS, да, чтобы у нас при создании профиля уже было установлено расширение GRAS. Нажимаем GRAS, нажимаем ОК, так как оно у меня уже добавлено, я его просто добавлю, у меня вот расширение GRAS, и нажимаем ОК. Давайте я покажу, какие прокси лучше использовать, по поводу прокси я советую использовать PROXY SAIL, либо же TRAVICUS PROXY, резидентские прокси, где мы платим только за трафик, либо же использовать PROXY PROXY LINE. На каждом сервисе работают определенные страны, но в принципе везде должны работать следующие страны, это на PROXY LINE работать должна Россия и Украина, на PROXY SAIL должна работать Россия, Украина, Беларусь, да, с подключением 75, на TRAVICUS PROXY работают в принципе почти все страны, которые там есть, но также вы там можете перебирать, так как вы тут платите конкретно за трафик, то есть вы можете создать хоть 100, 200, 300 проксий. На данный момент я использую PROXY с PROXY SAIL, это украинские PROXY, так и с Украины, если вы из России, то к сожалению украинские PROXY у вас работать не будут, и вы можете использовать только русские, и это также работает наоборот, если вы из Украины, то российские PROXY у вас работать не будут, но вроде как работают белорусские PROXY на всех странах. Я тут покупал только украинские PROXY, они мне в принципе устраивают, они формят, да, они не каждый день формят максимальное количество, бывают разные суммы, но в принципе они формят стабильно и не отлетают. PROXY я использую страну Бельгии, также еще говорят, что страна США, United States дает 100%, я не проверял, можете проверить также и возможно написать об этом у нас. То есть мы заходим на сайт, нажимаем купить PROXY, ссылочка на все сайты будет в описании, допустим возьмем Украина, выбираем цель, выбираем социальные сети, и если будете вдруг через поддержку заменять ваши PROXY, да, никогда не говорите, что вы формите GRASS, потому что во всех PROXY сервисах это табу, грубо говоря, да, и они как бы хотят, чтобы люди не использовали PROXY для GRASS, не знаю почему так происходит, но советую не говорить для чего вы меняете, просто говорите, что вам не подошел допустим порт. Выбираем социальные сети, количество PROXY, да, которое вы хотите купить, можно сразу купить 10, 100, если покупаете допустим 100 штук, сразу уже цена не 1,40, а 1,12, если покупаете 10, то чуть-чуть тоже дешевле. Допустим берем 10 штучек, срок аренды берете на 30 дней, так как у нас эпоха будет длиться 30 дней, и нажимаем купить PROXY за 30 долларов, выбираем страну, социальные сети, уточняем цель, цель допустим у нас в Инстаграм будет, срок аренды, способ авторизации, логин, пароль, способ оплаты, выбираете любой способ оплаты, который вам подходит, я использую Binance Pay обычно, вводите вашу электронную почту и нажимаете оплатить. Вас перекидывают на страничку оплаты, да, вы оплачиваете, и после того как вы оплатили, там буквально пару минут, и PROXY появится у вас в профиле. Потом нажимаете вкладочку Войти, Заказы IPv4, и видим все наши PROXY, которые мы приобрели. У меня доступно несколько PROXY, давайте я вам покажу как его добавить, берем любой PROXY, который вы хотите взять. Допустим это, нажимаете галочку EXPORT, и EXPORT.txt файл, у вас скачивается PROXY, такой файлик, вы его копируете, заходите обратно в WDS Power, и в разделе PROXY выбираем тип HTTP, и просто вставляем вот в хост порт, вставляем наше PROXY, CTRL V, и оно автоматически рассортировывает по нужным местам логин, пароль, можем нажать проверить PROXY, проверяем его, у нас все работает, нажимаем OK и создаем наш PROXY. После того как вы создали профиль, переходите в вкладочку профили, открываете вам нужный ваш созданный аккаунт, нажимаем открыть, какое-то время оно открывается, буквально пару секунд. У нас открылся наш браузер, заходим в новую вкладочку, открываем GRASS, и нам нужно зарегистрировать наш новый аккаунт. Мы нажимаем кнопочку регистр, вводим его на наш email, вводим наше имя, пароль, который мы хотим, и реферальный код. Если вы создаете первый аккаунт, буду благодарен, если будете использовать мой реферальный код, который я оставлю в описании, также вы можете брать просто ссылочку с описания, вставлять ее, чтобы вручную не искать GRASS в поиске. Вставляем реферальный код, нажимаем согласиться, проходим к опчу, и мы создаем наш аккаунт. Потом мы нажимаем логин, вводим нашу почту, вводим наш пароль, и авторизируемся в наш аккаунт, который мы только что создали. После того, как вы авторизировались в аккаунт, у вас тут будет по нулям, да, это мой старый аккаунт, мы заходим в расширение, оно у нас уже автоматически установлено при создании браузера, заходим в GRASS Extension, у вас тут, возможно, сразу подключит вас к этому аккаунту. Если у вас будет вот такое окошко, мы нажимаем логин, авторизируемся, да, в наш аккаунт, и мы автоматически подключились к аккаунту, и важно, чтобы у вас была следующая плашка, то есть у вас было написано connected и network quality 75, либо же другое число, которое у вас будет. Если у вас 0 и пишут disconnected, то, возможно, у вас проблема в проксе, либо же вам нужно подождать буквально до 1 часа, да, пока система подгрузится, прогрузит ваш новый аккаунт, ваши новые прокси, и поинты начнут фармиться. Если спустя час у вас не начался фарм, да, вы нажимали вот тут reconnect, и у вас ничего не меняется, то, скорее всего, вам нужно заменить прокси, да, через поддержку, либо же купить какое-то другое прокси. Допустим, у меня сейчас прокси Trachivis, да, оно у меня работает, у вас, допустим, оно может не работать, поэтому тут уже все индивидуально, нужно перебирать прокси, пробовать, какие будут работать именно у вас. Таким образом, мы создаем, допустим, 10 аккаунтов, да, в каждом браузере создаем новый аккаунт, регистрируем его на свою реферальную ссылку, да, которую вы можете найти во вкладочке referral program, да, и копия referral link, и это будет ваша реферальная ссылка на свой, допустим, основной аккаунт, вы вгоните рефералов, ставите их на прокси, создаете 10 аккаунтов, и в день вы будете оформить 10-15 тысяч поинтов, да, что в переводе сейчас по OTS Market, это 50 долларов в день. Вложение на 10 аккаунтов у нас будет на виртуальный сервер, на прокси и на DS Power. Это примерно 30-40-50 долларов, в зависимости от того, какие прокси вы будете брать. После того, как вы создали эти все профиля, все браузеры вы создали, вы можете сразу же создавать на виртуальном сервере, а можете создать это все на своем компьютере, да, чтобы было немножечко быстрее. После того, вы все закрываете, переходите на ваш сервер, заходите в ваш ADS Power, да, в котором вы работали, открываете все нужные вам сервера, только уже на виртуальном сервере, да, на компьютере, который будет работать круглосуточно. Открываете все нужные сервера, проверяете, чтобы во всех браузерах расширения у вас хорошо работало, да, чтобы у вас Network Quality был 75, если же все хорошо, все работает, вы просто можете закрывать этот сервер, он будет все равно дальше продолжать работать без вас, а вы можете дальше заниматься своими делами. Если вам уже нужно будет снова зайти на сервер, вы переходите в подключение к удаленному рабочему столу, все данные, которые вы вводили, у вас сохранятся, нажимаете подключиться, и вы можете снова делать вам то, что вам там нужно, то есть проверять аккаунты, либо же открыть еще несколько новых созданных аккаунтов. Также по поводу Wales Market, как купить и как продать наши нафармленные токены, я уже записал отдельное видео, вы можете по подсказке найти его, либо же я оставлю ссылку в описании, там я подробнее рассказал, как продать, как купить поинты, как правильно это сделать, чтобы вас нигде не обманули, и вы не потеряли свои средства. Давайте еще раз быстренько пробежимся по тому, как это все делать. Вы скачиваете расширение GRAS, устанавливаете виртуальный сервер, устанавливаете ADS Power, вы покупаете нужный вам прокси, можно купить на Proxy Sale, можно купить на Trawiches, в этом случае вы выбираете Traffic 2 за 4,5$, он, кстати, подешевел, а был 7$ за 1 гигабайт, либо же покупаете прокси на Proxy Line, покупаете ваш виртуальный сервер, входите в него, создаете нужное вам количество профилей, скачиваете туда расширение GRAS, которое мы настроили автоматически, и просто фармите ваши поинты, и следите за тем, чтобы ваша ферма работала. Дальше мы можем продать какую-то часть поинтов на Вайлс Маркете, чтобы отбить затраты, и уже мы будем ждать конкретно, когда GRAS закончится фарм, они объявят о переводе поинтов в сам токен, если будет листинг токена. Также вы можете подписаться на их Discord, чтобы следить за обновлениями, которые у них выходят. Вот, допустим, они сегодня объявили, что будет четвертая эпоха. Друзья, всем спасибо за просмотр, спасибо, что посмотрели это видео, тут мы полностью разобрали, какие прокси работают на данный момент, как сделать свою мини-ферму по фарму GRAS, и как все правильно настроить. Подписывайтесь также на наш Telegram канал, вступайте в наш чат, в котором вы сможете задать любой вопрос, вам там с радостью помог, если у вас вдруг что-то не получается по ферме GRAS, либо же вообще другие любые вопросы касательно криптовалюты и не только. Также подписывайтесь на YouTube канал, ставьте лайки, и всем спасибо за просмотр, всем пока.